Библейский портал экзегет.ру представляет Библейский портал экзегет.ру представляет цикл бесед о Евангелии от Марка. Сегодня мы с вами читаем шестую главу. Оттуда вышел он и пришел в свое Отечество. За ним следовали ученики его. Когда наступала суббота, он начал учить в синагоге. И многие, слышавшие с изумлением, говорили, откуда у него это? Что за премудрость дана ему, и как такие чудеса совершаются руками его? Не плотник ли он сын Марии, брата Иакова, Иосифа, Иуда и Симона? Не здесь ли между нами его сестры? И соблазнялись о нем. Иисус же сказал им, не бывает пророк без чести, разве только в Отечестве своем и у сродников и в доме своем. И не мог совершить там никакого чуда, только на немногих больных, возложив руки и исцелив их. И дивился неверию их. Потом ходил по окрестным селениям и учил. Иисус пришел в город Назарет, где он вырос. И когда наступала суббота, он начал учить в синагоге. Многие, слышавшие с изумлением, говорили, откуда у него это, поскольку они его знали. Они знали, что он вырос среди них. И они говорят, что он же плотник. И плотник, это ремесленник, он находился по статусу несколько ниже крестьянина. У крестьянина была своя земля, там свой кусок земли, он его обрабатывал. У плотника были только инструменты, и его положение было как-то менее стабильным. И он считался ниже по социальному статусу. Он плотник, он из небогатой семьи. Мы его знаем, мы знаем его родных. Как же он может вести себя так, как будто это кто-то великий? И здесь упоминаются его братья и сестры. И нам, наверное, нужно еще раз немножечко остановиться на этом моменте, потому что кто эти люди, кто эти братья и сестры. И мы видим из других фрагментов Евангелия, что братья Иисуса, они на него смотрят несколько свысока. Они в него не верят, они приходят взять его, говорят, он вышел из себя. То есть они ведут себя как старшие по отношению к младшему. И это указывает на то, что они, очевидно, не были детьми Марии. У Марии не было других детей. И как церковь исповедует Мария Дева. Но, очевидно, это были либо дети Иосифа от предыдущего брака, либо это были двоюродные братья и сестры. Мы не видим Иосифа в евангельском повествовании, когда Иисус уже взрослый, и, видимо, к тому времени Иосиф уже скончался. Мы можем предположить, не сказано прямо, но это очень хорошо укладывается в текст, что праведный Иосиф был уже достаточно пожилым, когда он взял на себя, вернее, на него была возложена миссия заботиться о Богородице. И он уже скончался, когда развиваются евангельские события. И, вероятно, он был богочестивым вдовцом, у него были дети от первого брака. Или это могли быть двоюродные братья, но, видимо, это видно по тексту, что они старше Иисуса. И, видно, даже и по этому тексту упоминаются его братья, упоминаются его сестры, как будто они его старше, что вот он младший из всех, а туда же. Вот он менее значим, чем они все, в рамках этого патриархального общества, а туда же. Вот он чудеса творит, и вообще что-то он выдающееся совершает. И для них то, что Иисус оказывается кем-то великим, кем-то выдающимся, ломает всю их картину мира. Они не хотят в Него поверить. Иисус говорит, не бывает, пророк, без чести, разве что в Отечестве Своем, у Сродников и в Доме Своем. И это известная очень ситуация, когда люди не верят в что-то близкое к Дому. Я помню, когда вот в 90-е годы было чрезвычайно много разных духовных исканий, и людям казалось, что истина, она должна выглядеть как-то экзотично. Вот люди выступали с такими смуглые люди с черными бородами в каких-то желтых, таких шафрановых саре из далеких стран, которые проповедовали странные учения, которые зародились где-то вот очень далеко. И это казалось все очень интересным, это казалось все завораживающим. А вот прийти к церкви, которая всегда тут стояла, которая всегда была духовной традицией нашего народа, это людям казалось скучным. Церковь как бы не находила у них понимания, не находила интереса, именно потому, что она слишком местная, слишком привычная, слишком обычная деталь пейзажа. Люди искали себе каких-то духовных озарений во всяких учениях различных и чуждых. Так бывает даже, что когда в семье кто-то обращается к Богу, ему гораздо легче обратить к Богу посторонних людей, может быть сослуживцев на работе, может быть случайного попутчика в электричке, чем своих родных. Это известное затруднение, и тут остается только молиться и вспоминать пример святой Моники, мать Боженого Августина, которая была богочестивой христианкой, но у нее был муж-язычник, а сын долгое время путал разными такими кружными путями, но в итоге, через, спустя десятилетия, и ее муж обратился уже на смертном адре, и обратился ее сын, и стал блаженным Августином, которого мы знаем. «И не мог совершить там никакого чуда, только на немногих больных, возложив руки, исцелил их». Чудо является ответом на веру. Иногда человек говорит, «А вот если бы я увидел чудо, я бы уверовал». Это не так. Когда сердце человека ожесточено, когда человек упирается против Бога, чудеса, ну, Бог может творить, но ему это не поможет. Он будет продолжать упираться, он будет не хотеть этого видеть. И поэтому Господь не творит чудес там, где не верят в него. Эти чудеса только увеличат степень неприятия, степень ожесточения. Нашлось немного больных, которые искали исцеления, и его поучили. Додивился, не верю их. Потом ходил по окрестным селениям и учил. «И призвав двенадцать, начал посылать их по два, и дав им власть над нечистыми духами». Вот что мы можем здесь отметить. Он начал посылать их по два. То есть по двое апостолы ходили и проповедовали. Почему это важно? По целому ряду причин. Например, потому что в Священном Писании говорится о том, что свидетелей должно быть как минимум двое. Но это предполагалось, например, в рамках судебной процедуры, когда свидетели опрашивали раздельно, и если их показания совпадают, то они, значит, не врут. А если их допросить по отдельности, и они разойдутся в деталях, то это уже свидетельство того, что, возможно, они сговорились и неправду говорят. Поэтому, когда двое свидетелей, это воспринимается как что-то надежное. Апостолы должны были проявить любовь между собою, и поэтому они должны ходить по двое. И люди, которые идут по двое, они показывают, что их послали. Это не один человек выскочил. Не один человек сам на себя возложил эту миссию. Потому что, да, бывают люди такие активные, которые ищут привлечь внимание к себе, но обычно это одиночки, это происходит не по двое. Когда люди идут по двое, они идут как посланные, как те, кто выполняют поручения. И заповедовал им ничего не брать в дорогу, кроме одного посоха, ни сумы, ни хлеба, ни меди в поясе, но обуваться в простую обувь и не носить двух одежд. И сказал им, если где войдете в дом, оставайтесь с нем, доколе не выйдете из этого места. Если кто не примет вас и не будет слушать вас, то, выходя оттуда, отрисите прах от ног ваших во свидетельство на них. Истинно говорю вам, отраднее будет Содома и Гаморья в день суда, нежели тому городу. Они пошли и проповедовали покаяние, изгоняли многих бесов и многих больных мазали маслом и исцеляли. И так ничего не брать в дорогу, кроме одного посоха, и обуваться в простую обувь, не носить двух одежд. Это указывает сразу на несколько особенностей той миссии, с которой апостолы посланы. Во-первых, это ее срочность. То есть люди быстро бегут и сообщают нечто очень важное. Они не могут себе позволить там тщательно одеваться, потому что то, что они должны сообщить, это нечто абсолютно необходимое, и то, что нужно сообщить срочно. Обуваться в простую обувь и не носить двух одежд могло также означать указание на требуемую от христиан скромность и готовность полагаться на Божий промысел. Если войдете в дом, оставайтесь с нем, доколе не выйдете из того места. то есть если люди приходили в какое-то селение, проповедуя Евангелие, они останавливались в каком-то доме, и потом могло показаться, что есть дом побогаче, есть дом, где вкуснее кормят, есть дом, где они могут что-то получить еще для себя, а не должны переходить, чтобы весть не выглядела как способ получить себе какие-то выгоды и преференции. Если кто не примет вас и не будет слушать вас, выходя оттуда, отрясите прах от ног ваших. Мы видим здесь, что благая весть не навязывается, ее невозможно навязать, невозможно заставить человека покаяться. Мы можем думать, что было бы, конечно, для человека лучше, чтобы он покаялся, чтобы он изменил свою жизнь, мы не можем его заставить. Если человек не хочет обратиться, мы можем только оставить его в покое. отрясите прах от ног ваших. То есть мы от вас ничего не взяли, даже праха, который прилип к нашим ногам. Во свидетельство на них. Истинно говорю вам, отраднее будет Содому и Гоморре в день суда, нежели городу тому. Содом и Гоморре — это ветхозаветные города, жители которых, как упоминается, были весьма злые и грешные пред Господом. То есть это некий образец такого тяжкого греха. И Господь говорит, что тем, кто отверг Евангелие, тем, кто отказался признать Иисуса Христа Господом, будет хуже, чем Содом и Гоморре. Они пошли и проповедовали покаяние, то есть обращение, перемену жизни. Изгоняли многих бесов и многих больных, мазали маслом и исцеляли. Мы видим здесь, что исцеляли не просто словом, даже не просто наложением рук, а мазали маслом. То есть использовалось масло, как оно используется в церкви до сих пор, используется освященное масло. Царь Ирод, услышав об Иисусе, ибо имя его стало гласно, говорил, это Иоанн Креститель воскрес из мертвых, потому и чудеса делаются им. Другие говорили, это Илея, а иные говорили, это пророк, или как один из пророков. Ирод же, услышав, сказал, это Иоанн, которого я обезглавил, он воскрес из мертвых. Царь, услышав об Иисусе, теряется в догадках и думает, что это Иоанн Креститель воскрес из мертвых. И мы читаем дальше, что Иоанн Креститель Ирод обезглавил. И Ирод испытывает, у него такая неспокойная совесть, он понимает, что он совершил злодеяние, и ему видится убитый им человек, убитый им праведник, который пришел его обличить. Он думает, что это воскресший Иоанн Креститель. Ибо сей Ирод, послав, взял Иоанна и заключил его в темницу за Иродиаду, жену Филиппа, брата своего, потому что женился на ней. Ибо Иоанн говорил Ироду, не должно тебе иметь жену брата твоего. Иродиада же, злобец на него, желала убить его, но не могла. Ибо Ирод боялся Иоанна, зная, что он уж праведный и святой, и берег его. И многое делал, слушаясь его, и с удовольствием слушал его. Настал удобный день, когда Ирод по случаю дня рождения своего делал пир вельможам своим, тысяченачальникам и старейшинам Галилейским. Дочерь Иродиады вошла, плясала и угодила Ироду и возлежавшим с ним. Царь сказал девице, проси у меня, чего хочешь, и я дам тебе. И клялся ей, чего не попросишь, у меня дам тебе, даже до половины моего царства. Она вышла и спросила у матери своей, чего просить. Та отвечала, головы Иоанна Крестителя. Она тотчас пошла с поспешностью к царю и просила, говоря, хочу, чтобы ты дал мне теперь же на блюде головы Иоанна Крестителя. Царь опечалился, но ради клятвы и возлежавших с ним не захотел отказать ей. И тотчас, послав оруженосца, царь повелел принести голову его. Он пошел, отсек ему голову в темнице и принес голову его на блюде и отдал ее девице, а девица отдала ее матери своей. Ученики его, услышав, пришли и взяли тело его и положили его в огрубие. Здесь мы видим рассказ о мученчестве Иоанна Крестителя. И мы читаем, что Ирод посадил его в темницу из-за того, что он обличал его незаконный брак с Иродиадой. Иродиада была замужем за его братом Филиппом. Ирод, как мы бы сказали, отбил эту женщину, взял ее в жены, и это было абсолютно против закона Божия. И на это Иоанн Креститель указывал. Не должен тебе иметь жену брата твоего. Для Иродиады же это было такое карьерное повышение. Она выскочила за более богатого, более властного человека. И поэтому ее страшно раздражало, что Иоанн указывает на беззаконность такого брака, и она хотела его уничтожить. Ирод, будучи человеком жестоким и беззаконным, в то же время боялся Иоанна, зная, что он муж праведный и святой, и многое дело слушаясь его. Мы видим здесь у Ирода какой-то сложный характер, что с одной стороны он известен как человек необузданный и жестокий, но с другой стороны мы видим, что он боится Иоанна и что-то делает, слушаясь его, что-то доброе делает. И вот настает удобный день, когда пляшет девочка, дочь Иродиады и угодила, она понравилась. Это пир по поводу дня рождения. И мы знаем, что этот пир это не просто хорошие друзья собрались, чтобы устроить такое застолье и порадоваться. Нет, это, очевидно, политическое мероприятие. царь созывает всех местных вельмож, всех, всю местную знать, для того, чтобы еще раз подчеркнуть свой статус царя. Потому что его царский статус нуждается в постоянном утверждении. Много соискателей, Ирод, конечно, правит с позволения римлян, кто-то может римлянам донести, кто-то может постараться отстранить его от власти. И вот он, чтобы свою власть укрепить, как бы мы сейчас сказали, консолидировать, он старается устраивать вот такие мероприятия для того, чтобы вся местная знать собиралась, пела ему здравица, выпивала за его здоровье и признавала, еще раз утверждала, да, Ирод, царь. И он оказывается в ситуации, когда он пойман на свое слово. Он уже поклялся, я дам тебе все, что ты хочешь, даже до половины моего царства. И девочка, научная матерью, требует головы Иоанна Крестителя. И мы видим здесь, как Ирод не свободен. Он не хочет убивать Иоанна Крестителя. Это его глубоко печалит, но он царь, на него смотрит вся это знать, он дал слово, и если он от него откажется, это несет удар по его престижу как царя, и это несет удар по его власти. И он вынужден согласиться, потому что он исходит из логики удержания власти. Такая трагическая ситуация, в которой находится царь, но может находиться не обязательно царь, а другой человек, когда он вынужден действовать определенным образом. Ирод он вроде бы властитель, вроде все его боятся, все трепещут, все выполняют его повеления, но он сам не свободен, он не решается сказать нет, и он оказывается убийцей пророка, просто потому, что не решается нарушить свое слово, данное вот в этом, вероятно, при пьяном угаре, то, что я тебе дам все, что ты хочешь. И собрались апостолы к Иисусу, и рассказали ему все, что сделали, и чему научили. Он сказал им, отойдите и вы одни в пустынное место, и отдохните немного, ибо много было приходящих и отходящих, так, что и есть с ним было некогда. И отправились в пустынное место водки одни. Народ увидел, как они отправлялись, и многие узнали их, и бежали туда пешие из всех городов, и предупредили их, и собрались к нему. Апостолы возвращаются после этого своего миссионерского путешествия, и рассказали им все, что сделали, чему научили, и Господь отправляет их отдохнуть в пустынное место. Вот что интересно. Господь, мы читаем, Он уходит молиться один в пустынное место, и Он посылает апостолов отдохнуть. Он исходит из того, что люди нуждаются в отдыхе, и это нормально. Любой человек, который служит Богу, он должен время от времени отдыхать. От любой работы следует время от времени отдыхать. И мы видим здесь пример апостолов, и, конечно же, апостолы выполняли самое важное дело, которое вообще только бывает. Но, чтобы они могли его выполнять и дальше, Он отправляет их, чтобы они отдохнули. Но не получилось. Народ увидел, как они отправлялись, многие узнали, и туда все бежали, все там собрались. Люди ищут Иисуса и ищут апостолов, потому что они, конечно же, привлечены теми исцелениями, которые Он творит. Иисус выйдя, увидел множество народа и сжалился над ними, потому что они были как овцы, не имеющие пастыри, и начал учить их много. И как времени прошло много, ученики его, приступив к нему, говорят, место здесь пустынное, а времени уже много. Отпусти их, чтобы они пошли в окрестные деревни и селения и купили себе хлеба, ибо им нечего есть. Он сказал им в ответ, вы дайте им есть. Но он спросил их, сколько у вас хлебов, пойдите посмотрите. Они узнав, сказали, пять хлебов и две рыбы. Тогда повелел им рассадить всех отделениями на зеленой траве, и сели рядами по сто и по пятидесяти. Он взял пять хлебов и две рыбы и возрел на небо, богословив и преломив хлебы, и дал ученикам своим, чтобы они раздали им. И две рыбы разделил на всех, и ели все и насытились, и набрали кусков хлеба и остатков от рыб двенадцать полных коробов. Было же евших хлебы около пяти тысяч мужей. И вся эта собравшаяся толпа народа, вот ее видит Иисус, и он обращается к ним с наставлением, потому что он сжалился над этой толпой, он хочет им помочь. И это пустое место, и мы видим, как люди собрались, у них нет пищи, ученики говорят, что ну отпусти и скажи им, чтобы они шли и нашли себе пищи. И он говорит, выдайте им есть. И это выглядит немножко непонятно, ну хлеба динариев на двести. Двести динариев это обычная дневная оплата работника в то время. Довольно значительная сумма двести динариев. И надо идти закупать хлеб, откуда деньги такие. Но Господь совершает чудо. Он говорит, вот возьмите эти маленькие ресурсы, которые у вас есть, там всего пять хлебов и две рыбы, и начинайте свое дело. Отдайте это Господу, и Господь позаботится о том, чтобы хватило. И мы видим здесь, что Господь велит рассадить всех отделениями на зеленой траве. То есть это требует определенной организации. Чтобы люди не толпили, чтобы не было никакой давки, это все нужно определенным образом организовать. И тут он взял пять хлебов и две рыбы, возрел на небо, богословил, преломил и дал ученикам своим. И это жест, который напоминает о Евхаристии. Мы читаем позже в Евангелии в том же от Марка, как Господь преломляет хлеб, богословляет и дает ученикам своим и апостолам. И это насыщение толпы народа хлебами, это прообраз Евхаристии. Но это чудо указывает также и на другое, что Господь может и восполнит наши нужды. У нас будет достаточно, у нас будет все необходимое. Не значит, что все, чего мы хотим, но все необходимое. И ели все и насытились. И набрали кусков хлеба и остатков от рыб двенадцать полных коробов. Все собрали, чтобы ничто не пропало. Когда у людей есть все в избытке, они могут впасть в соблазн, в такой грех, как пренебрежение к Божьим дарам, что все это, раз оно есть, значит, можно и выбрасывать. Но Господь говорит, нет, соберите, чтобы ничто не пропало, для того, чтобы показать, что это Божий дар, и он заслуживает уважения. И тотчас понудил учеников своих, войти в лодку и отправиться вперед на другую сторону, к Вевсаиде, пока он отпустит народ. И отпустив их, пошел на гору помолиться. Вечером лодка была посреди моря, а он в ней, потому что ветер им был противный. Около четвертой стражи ночи подошел к ним, идя по морю, и хотел миновать их. Они, увидев его, идущего по морю, подумали, что это призрак, и вскричали, ибо все видели его и испугались. И тотчас заговорил с ними и сказал им, ободритесь, это я, не бойтесь. И вошел к ним водку, и ветер утих. И они чрезвычайно происходит чудо, Господь идет по воде, и это пугает учеников еще раз. Господь им говорит, ободритесь, это я, не бойтесь. Он входит водку, и он показывает им еще раз свою власть над стихиями. Он может ходить по воде, он может совершать удивительные знамения и чудеса, и он говорится, что ученики этому изумлялись и дивились, они еще не вразумились чудом над хлебами. Надо сказать, что чудеса, удивительные события в Евангелии, они становятся более заметными по мере приближения к трагической развязке. Христос приближается все ближе и ближе к Кресту, и происходят удивительные чудеса. Так, чтобы ученики поняли, что на Крест он идет не как жертва обстоятельств, но абсолютно добровольно, потому что с такими сверхъестественными способностями он, конечно, мог бы избежать Креста, но нет, он идет добровольно. И, переправившись, прибыли в землю Генесарецкую, пристали к берегу. Когда вышли они из лодки, тотчас жители, узнав его, обижали всю окрестность и начали на постелях приносить больных туда, где, как слышно было, он находился. И куда ни приходил он в селение или в города или в деревни или квали больных на открытых местах и просили его, чтобы им прикоснуться, хотя к краю одежды его, и которые прикасались к нему, исцелялись. Мы видим здесь, как люди приносят больных, люди ищут исцеление, и они получают исцеление. Конечно, цель Господа привести нас к жизни вечной и блаженной, но он также приносит исцеление телесное, исцеление физическое. Мы с вами прочитали шестую главу Евангелия от Марка, мы читаем Писание в рамках библейского портала Экзегет.ру Писание 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 Писание